Отказ Европейского союза от ведения эмбарго на поставки российских энергоносителей несколько успокоил рынок и даже позволил европейским валютам несколько поправить свое положение. Но если единая европейская валюта сейчас в принципе стоит на месте, то вот фунт вновь демонстрирует явную тенденцию к снижению. Давайте разбираться детальнее в положении котировок. На этот раз все дело в макроэкономической статистике, которая постепенно возвращает себе свое прежнее влияние. Темпы роста розничных продаж в Великобритании замедлили с 9,1% до 7% в годовом выражении. Ожидалось же, что в худшем случае они замедлятся до 7,6%. И нужно учитывать, что это даны за февраль. И если еще в феврале продажи снижаются активнее, нежели ожидалось, то и по итогам марта статистика будет выглядеть еще гораздо хуже. Именно эти предположения и стали причиной для локального ослабления оппозиции фунта. Но после отработки данной темы фунт, скорее всего, будет вести себя так же, как и единая европейская валюта, то есть уйдет в застой. На графике мы видим, как валютная пара EURUSD в очередной раз нашла точку опоры в районе значения 1,0960, и это привело к сокращению объема коротких позиций, как результат незначительному отскоку цены вверх. На торговом графике дневного периода наблюдается нисходящий тренд, в структуре которого возник трехнедельный коррекционный ход вверх от уровня поддержки 1,0800. В данной ситуации коррекционный ход вверх по-прежнему актуален на рынке, несмотря на неоднократные попытки смены торговых интересов. Рост объема длинных позиций возможен в случае удержания цены выше значения 1,1050 на четырехчасовом периоде. В этом случае у покупателей появится шанс на продолжение движения вверх. Нисходящий сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены ниже значения 1,0960 на четырехчасовом периоде. Валютная пара GBPUSD на пути нисходящего хода встретила переменную точку опоры в лице значения 1,3175. Вначале возник застой в пределах данной отметки, а после начался откат. В ходе недавнего отскока возник рост объема длинных позиций. Это стимулировало трейдеров к действию, и последующий рост стоимости фунта стерлингов стоит ожидать уже после удержания цены выше значения 1,3230. Этот шаг может привести к очередному касанию уровня сопротивления 1,3300. В то же время нисходящий сценарий по пути основного тренда тоже рассматривается участниками рынка. Для возникновения сигнала на продажу фунта котировки необходимо удержаться ниже значения 1,3150 на четырехчасовом периоде. На этом у нас пока все, мы продолжаем следить за развитием ситуации на финансовых рынках, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостей вместе с нами. Увидимся через пару часов, я расскажу вам о том, как началась торговая сессия на американском континенте. До встречи!